Как бы не были хороши пушки, победу ковали простые солдаты, а голод или сытость порой оказывали существенное влияние на сражение, а значит еда может рассматриваться как полноценное оружие. Армия марширует на брюхе, утверждал в 18 веке прусский король Фридрих II. Нормы выдачи провизии воинским частям были строго регламентированы в Красной Армии и не менялись на протяжении всей войны. Однако реальная ситуация с подвозом продуктов сильно зависела от задач армии и характера боев, местности и сезона. Так или иначе солдаты на передовой питались лучше, чем служащие и мирные жители в тылу. В целом, как по составу продовольственной корзины, так и по трудностям с обеспечением питания у Советского Союза и Германии был примерный паритет. Ключевое преимущество нашей стране обеспечили неприхотливость и удивительная смекалка советского солдата. На момент нападения Германии в Красной Армии действовало меню мирного времени, ставшее несостоятельным в условиях полевой организации питания. Результатом его переработки стало постановление Государственного комитета обороны СССР номер 662 от 12 сентября. Оно до конца войны определило ставшие легендарными квоты по каждому продукту. Главным был хлеб из ржаной муки, заменивший довоенной пшеничной. Ежесуточно 800 грамм в теплые месяцы и 900 грамм в холодные. Кроме того, каждому солдату полагалось полкило картофеля, 320 грамм овощей, 170 грамм круп и макарон, 150 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 50 грамм жиров и 35 грамм сахара. В отдельных радах войск кормили щедрее. Например, летчикам выдавали больше круп 190 грамм, овощей 385, мясо птицы 390, сахара 80 грамм. В рационе ВВС встречались и такие продукты, вкус которых пехота вовсе забыла. Например, молоко 200 грамм свежего и 20 грамм сгущенного, творог 20 грамм, сметана 10 грамм, половина яйца, сыр 20 грамм и сухофрукты. Также на самолетах, в танках и в разведротах предусматривались питательные резервы на случай аварии или попадания в незнакомую местность – сгущенка, консервы, сахар, шоколад, печенье. Свои нюансы были во флотском меню. Подводники регулярно ели квашеную капусту, соленые огурцы и сырой лук. Эти продукты компенсируют дефицит кислорода. На крупных кораблях водился так называемый домашний хлеб, выпеченный прямо на борту. Отличалось и довольствие офицеров. Кроме стандартного объема продуктов, им причиталось 40 грамм мяса, 20 грамм печенья и 50 грамм рыбных консервов в сутки. Высшее начальство этим не ограничивалось. Сохранили свидетельства, как генералам привозили в штабы балыки, колбасы и вина. Что касается средних чинов, то на практике разница в питании проявлялась не всегда. Лейтенант мог есть солдатами из одного котла, особенно на передовой ближе к концу войны. В тылу с началом войны, наоборот, стали питаться хуже. Солдаты из нестроевых и запасных частей по сравнению с фронтовиками недополучали 150 грамм хлеба, 50 грамм круп и макарон, 75 грамм мяса и по 10 грамм сахара и жиров. Сократилось содержание караульных частей и курсантов. В результате юноши рвались на фронт, видя в нем избавление от полуголодных учебных будней. При этом ГКО требовал выдерживать во всей Красной Армии диетологический стандарт. Считалось, что мужчине призывного возраста необходимо 2500-4000 калорий в сутки. Поэтому даже в караульных частях энергетическая ценность рациона составляла 2659 калорий. Служащим строевых частей предназначалось 2822 калории, боевых частей 3450, военно-воздушных сил 4712. Но это по документам. В реальности ситуация с питанием была далеко не безоблачной. Из поставляемого на фронт продовольственного сырья еще требовалось приготовить пищу. Для этого в каждой части существовала полевая кухня, специальный прицеп с котлами и дымоходом. Горячее питание было предусмотрено утром до рассвета и вечером после заката. В световой день солдат проживал на хлебе и консервах. Блюда готовились нехитрые. Зачастую повар произвольно мешал в котле мясо, крупы, овощи, все, что имелось под рукой. На выходе получалась жидкая каша с мясом или овощами. Щи да каша пища наша, повторяли бойцы в точности, описывая фронтовые будни. Впрочем, обед по расписанию был вовсе не гарантирован. Около получаса уходило на то, чтобы растопить полевую кухню дровами, почти три часа, чтобы приготовить ужин из двух блюд на роту солдат. Притом кухню устанавливали в отдалении от линии огня, поэтому на переброску термосов с едой в окопы тоже требовалось время. Долгие бои ломали распорядок дня, а при быстром наступлении войск кухни и обозы не поспевали. Готовить еду на марше было нельзя, а ночью, когда продвижение останавливалось, командиры обычно запрещали разводить огонь, чтобы не выдать себя противнику. Служба полковым поварам требовала большой самоотверженности. Подобно санитарам и связистам, повара несли ответственность за судьбы десятков сослуживцев. И если кухня не могла пробиться к своим из-за обстрелов или непроходимых лесов, над солдатами нависала угроза голодной смерти. Известен случай в сентябре 43-го, когда 155-я стрелковая дивизия форсировала Днепр, а кухня застряла на противоположном берегу. Пришлось переправлять горячую пищу на лодках под вражеским огнем. Полевая кухня выступала своеобразной кают компании, душой подразделения, ведь во время обеда можно хоть ненадолго отвлечься от ужаса войны. Возможно, этим объясняется ностальгически сердечное отношение к этим пузатым девайсам с печкой, котлами и трубой. Наркомовские 100 грамм предназначались вовсе не для храбрости. Их выдавали солдату после боя как поощрение, способ снять стресс, согреться и помянуть погибших. Иногда нормативы ГКО не исполнялись из-за банальной нехватки ресурсов, ведь способность страны производить материальные блага напрямую зависит от состояния реального сектора экономики. В этом смысле готовность к войне оказалась низкой. Из-за быстрого отступления в западных регионах пропало больше 70% продовольственных запасов. К 1942 году немецкая оккупация оставила за линией фронта свыше 50% пассивных площадей, маслобойных и консервных заводов. К этому добавились мобилизации на фронт сельхозтехники и мужской половины крестьянства. В результате сбора зерна в 1942 году упал по сравнению с 40% на 70% до 30 млн тонн. Картофеля на 69% до 24 млн тонн, сахарные свеклы и того больше на 88, всего 2 млн тонн. К концу войны показатели, конечно, восстановились до 50-60% от довоенного уровня. Наиболее тяжелые условия сложились на Ленинградском фронте, где зимой 1942 года солдатский рацион был урезан вдвое. На передовой получали всего 500 грамм хлеба и 125 граммов мяса в день, в тыловых частях 300 и 50. Лишь к весне подвоз продуктов по так называемой «дороге жизни» через Ладожское озеро позволил создать недельные резервы и наладить фактическое использование норм. Но даже в самые трудные месяцы армейским подразделениям выпала лучшая доля, чем остальным гражданам Союза. За счет введения карточной системы в июле 1941-го наркомат пищепрома распределял продовольствие таким образом, что на фронт отправлялось лучшее из того, что было. О нищем существовании в тылу солдаты не понаслышке знали из писем от родных. Сегодня считается, что от голода, инфекций и болезней суммарно погибло порядка 4 млн советских граждан. По сути, от складов к боевым позициям продукты проходили через множество посредников и часть непостижимым образом терялась. Солдаты это видели, но были бессильны что-либо изменить. Из книги «Воспоминания о войне» искусствоведа Николая Никулина крали без стыда и совести кто только мог. Солдат же должен был помалкивать и терпеть. Или кормят нас скверно три раза в сутки, вода и гречневая крупа, жидкий супишка. Чувствовал упадок сил, писал жене замкомандира минометной роты запасного стрелкового полка Поповиченко. Еще жестче были формулировки из аэропортов проверки полевых кухонь. Пища готовится однообразная, преимущественно из пищевых концентратов. Тогда же на Южном фронте бойцы жаловались на жидкую и однообразную пищу, доставляемую им в остывшем состоянии, а вместо чая пьют сырую воду с сахаром. Сухпай открывал широкий простор для бартерных сделок. Суп за компот, вобла за картофель, хлеб за сахар, чай за табак. В натуральном обмене были задействованы даже личные вещи и амуниция солдат. Формально мена запрещалась, но искренить ее было невозможно. Считалось нормальным, что параллельно с работой полевой кухни, личный состав разбивался по группам около собственных костров. Здесь начинались кулинарные импровизации. Готовить ровно как и обшивать себя на фронте умел каждый, но те, кто особенно талантливо колдовал над котлом, пользовались популярностью среди сослуживцев. Готовую пищу делили на глаз, какие уж тут нормы. Жестокость войны послужила вдохновением для безграничной русской смекалки. Именно оттуда из суровых фронтовых будней происходят знаменитые солдатские хитрости. На длинном марше положить за щеку сухарь. Перед боем оставить желудок пустым, так больше шансов выжить при брюшном ранении. На морозе отогревать краюху хлеба под шинелью. За голенищем сапога обязательно носить ложку, да еще и выцарапать на ней личные данные, чтобы опознали тело. При перебоях со снабжениями советский воин умудрялся выжить на подножном корму. Едва весной сходил лед, рыбачили в ближайших водоемах. Летом добывали ягоду и дикий мед. Иногда делая это одновременно с немцами, в эти моменты удивительно устанавливалось импровизированное перемирие. Осенью собирали по огородам картошку. В особо тяжелые периоды в ход шли колосья, липовые почки, желуди, каштаны, земляные орехи, лебеда, черемша, крапива. Пускали на убой полковых лошадей, если их самих нечем было кормить. Экстремальный вариант описывает Леонид Баричев в книге «Война все спишет». В конце зимы 43-го в его части выкапывали из-под снега замороженных лошадей, убитых прошлой осенью. Сначала обрезали покрытые червями верхний слой мяса, потом перестали обращать на это внимание. Соли не было, варили конину очень долго. Мясо это было жестким, тухловатым, сладковатым и, видимо, омерзительным. Но тогда оно казалось прекрасным. Большим подспорьем для красноармейцев стало питание по так называемому «бабушкиному аттестату» – помощь местного населения. В литературе и фильмах о войне расположение войск на постой в деревне стало популярным сюжетом. Тут и мотив домашнего очага, и единение армии с народом. Отказывать солдатам было не принято, нередко им отдавали последнее. Правда, в период отступления солдат мог столкнуться с возмущением жителей, обеспокоенных тем, что их оставляют на произвол фашистов. И все же напрямую в пансионе не отказывали, в крайнем случае утаивали продукты. Тогда солдату приходилось добывать их хитростью, почти как в сказке «Каша из топора». Справедливости ради нужно заметить, что сотрудничество армии и населения было двусторонним. Бойцы помогали восстанавливать разрушенные дома, а полевая кухня кормила встреченных по пути беспризорников и одиноких стариков. Еще одним источником провизии для солдат выступали съестные трофеи. Они могли достаться случайно, например, когда самолет Люфтваффе по ошибке сбрасывал пайки в советский окоп или в результате спланированного захвата фургонов противника. При этом реакция на иноземный продукт могла быть разной от восторга до культурного шока. Например, советские бойцы с уважением отзывались о немецких колбасах, шоколаде и супах-концентратах. Однако с трудом принимали фруктовые пасты, какой-то гибрид меда со сливочным маслом. То же самое относилось и к продовольственной помощи из Соединенных Штатов. Американские сосиски в банках шли на расхват, а вот кукурузная крупа осталась непонятной. Повара старались добавлять ее в хлеб, однако он становился хрупким и быстро черствел. Удивительные мифы сложились вокруг алкогольного довольствия войск. Прежде всего, это не изобретение советского командования. Спиртным русского солдата почивали с самого основания регулярной армии Петром I. Ежедневные наркомовские 100 грамм предназначались отнюдь не для храбрости. Они полагали солдату после боя как поощрение, способ снять стресс и помянуть погибших однополчан. Так продолжалось всего несколько месяцев. Выдача водки бойцам стартовала 1 сентября 41 года, а уже 15 мая 42-го был подчеркнут наградной характер крепкого напитка. Норму увеличили до 200 грамм, но отныне наливали только тем, кто отличился в бою. А через год водку убрали из всех частей, кроме тех, которые участвовали в наступлении. Отдельный вопрос это как в реальности происходило распределение алкогольного топлива. На передовую привозили чистый спирт и уже местные командиры разбавляли его, доводя до нужной консистенции. В итоге, судя по мемуарам, получалась мутная жидкость светло-кофейного цвета, которую дозировали на глаз. Из полкового бидона во взводный котелок индивидуальные порции отмеряли в колпачке от 76-мм снаряда. Сколько солдату доставалось граммов и градусов после сложной цепочки операций, в точности никто не знал. Если их казалось мало, выход был один – употреблять присутствовавшие в частях технический спирт и антифриз, фильтруя жидкость в противогазе. Куда стабильнее в этом смысле были поставки табачной продукции – 20 грамм махорки в день плюс 7 курительных книжек для самокруток и 3 коробки спичек ежемесячно. Эта норма оставалась неизменной, правда с заядлым курильщиком ее категорически не хватало. Самые находчивые собирали перегнивший лошадиный навоз и использовали его вместо табака. Любопытно, что командование поощряло отказ бойцов от вредных привычек. Некурящим в 1942-1943 годах взамен табака начали выдавать по 200 грамм шоколада или 300 грамм конфет в месяц. А на флоте трезвенник получал по 10 рублей денежной компенсации вместо суточной порции вина. Широко распространены свидетельства, как ветераны войны не любили вспоминать о лишениях тех лет, но крайне бережно относились к любому кусочку съестного, всегда собирая крошки со стола. Питание в достаточном количестве не гарантировало солдатам отсутствие проблем со здоровьем. Так весной 1942-го дала о себе знать неразбериха с продовольствием в начале войны. Не сделая вовремя запасов, к исходу зимы в стране фактически не осталось овощей. В результате из-за нехватки витамина С в войсках началась эпидемия цинги, у бойцов попросту выпадали зубы. Батальоны целыми днями сосали хвойные противоцинговые брикетики. Это немного, но помогало. Другими последствиями авитаминоза стала потеря зрения при славом освещении, так называемая куриная слепота, приводившая порой к жутким картинам. Один солдат вел за собой вереницу других, большой палкой он ощупывал путь, а остальные шли гуськом крепко держась друг за друга, они ничего не видели. Регулярно бойцы страдали и от заболеваний пищеварительной системы. Это неудивительно, ведь после длительного существования в проголодь, судьба иногда преподносила им шанс наесться в волю. От счастья солдат начинал есть про запас, порой употребляя за один присест больше суточного рациона. Но чем ближе была победа, тем меньше нареканий вызывала организация питания на фронте. Причин тому несколько. Во-первых, советская экономика успела перестроиться, были расширены пассивные площади в Поволжье, Казахстане и на Урале, открыли новые пищевые предприятия, в частности на них скопировали немецкое ноу-хау, концентраты или пищевые таблетки. Во-вторых, армия научилась кормить сама себя, в запасных частях начали заготавливать хлеб и овощи. Так Брянский фронт в конце 1942 года покрыл 100% собственных потребностей в зерне и овощных культурах. В-третьих, советские войска отвоевали Украину, что сразу улучшило довольствие по плоду овощной части, а затем двинулись в Европу, где уже лакомились немецким мясом, чешским пивом и австрийскими десертами. Судя по мемуарам участника войны, решающее превосходство на продовольственном фронте Советский Союз получил благодаря способности советского солдата адаптироваться к любым условиям. Мы смогли опрокинуть армию, которая включала в солдатский паек шоколад, голландский сыр и конфеты.